Доброго времени суток, дамы и господа. Меня зовут Харди и сегодня мы продолжаем играть в The Sword of Mine. Я уже почти с неделю, наверное, не играла, кучу всего забыла, даже не помню, откуда мы вернулись и как мы провели эту ночь, но главное, что Марко провел ее спокойно и на дом наш не нападали. Сейчас будем быстро разбираться. Так, Марко идет сразу спать. Павла очень голоден. Бруно голоден. Раз Бруно просто голоден, он пойдет варить самогон. А с Павла... Нет, лучше, наверное... Нет, Павла, посми пока. Так, у нас ничего нет. Я поняла, у нас ничего нет. У нас ничего нет. Павла спит. Бруно идет делать фильтры для воды. Ставим фильтры для воды. Готовим для Павла. Крыса все так же не ловится. Прошла неделя, ни одной крысы в ловушке. Кошмар. Ну, посмотрим. Вроде у нас пока что еще еда есть. Так, секунду, вроде. Я помню, что вроде мы делали... Да, один фильтр есть. Значит, сегодня делаем только штучку и быстро идем, вставляем влагосборник. Я вообще не помню, кто-нибудь сегодня должен приходить или нет, но еда у нас есть. В чем я бы сказала, что на целых три порции. Пруно, давай колбаской туда-обратно. Возможно, даже успеем сегодня бутылку сделать. Кстати, да, нам же вода еще нужна на питание, поэтому в любом случае надо ставить. Хорошо, что мы сделали два влагосборника. Наверное, правда, вот этот ствол для сигарет был лишним. Сигареты оказались очень дешевым товаром. Ну, может быть, дорогие сигареты все-таки элитный предмет. Возможно, даже сможем делать какие-нибудь сигары, хипстерские трубки, вейпы. Ну, посмотрим. Возможно, это будет как-то более выгодно. Так, Бруно, извини, конечно, что готовишь без музыки, но и воды вообще нету. Ладно, Бруно, настрою пока радио. Я просто, когда, например, сама готовлю, я терпеть не могу готовить в тишине, поэтому стараюсь себе включать или радио, или подкаст какой-нибудь игровой, или там аниме сериальный. Ну, или на худой случай просто телевизор, чтобы он промотал что-то. Так, давай сначала новости проверим. Так, это про хорошую погоду нам скажут. Так, вот это что-то интересное. Я не поймала, где здесь должна быть станция. Непонятно. Хотя там как будто все время повторялась какая-то одна и та же фраза механическим голосом, но я не уверена. Так, и торговец к нам сегодня не придет по закону подлости. У нас есть вообще бутылки с алкоголем? Нету. Так, у нас много материалов, много досок. Бруно, может быть, ты сможешь чем-то в свои руки занять полезным? Да, мы же в прошлой серии были на рынке, и я видела, что там продаются детали для гитары. Мы сможем ее починить, но другой вопрос, умеет ли кто-то из наших поселенцев играть на ней. Так, может быть, еще один водосборник? Больше водосборников, богу водосборников. В принципе, он не очень дорогой. Хотя мы вроде хотели улучшить. Может быть, станок улучшить сначала. Так, сможем делать электроприборы, нагревательные лампы. Да, это все надо сделать. Попробуем. Я немножко читерски сохраняюсь где-то раз в 3-4 дня, поэтому, если окажется, что мы, ну, совсем впустую потратим эти ресурсы, и потом эти ресурсы будут нам жизненно необходимы, то, ну, я, честно говоря, очень не хочу переигрывать. Но, если будет крайняя нужда, то так, все уже выспались, а еда пока не готова. Вы рано проснулись. Марка, ты тогда пока поработай, а Бруно сейчас пошлем обратно на кухню. Укрепленная дверь. Как только мы заколотим проломы и окна в нашем убежище, можно укрепить дверь и установить несложную сигнализацию. Вот это очень неплохо. Дистиллятор алкоголя. Перегоняет самогон в чистый. Это что-то самый чистый алкоголь, который можно использовать для создания бинтов и лекарств, по-моему. Да-да-да, в описании так и написано. Это что такое? Терморегулятор. Он тоже делается. Нам нужна эта штука. Мы сможем такие деньжищи зарабатывать. Я думаю. Делай. Делай терморегулятор. Я до сегодняшнего дня не знала о том, что мы его можем сделать, но теперь нам он очень нужен. Бруно у нас в позиции готовности. Начать готовить сразу, как только будет вона. Марка делает термометр, а бедный Павла валится с ног от голода. Так, у нас, по идее, после терморегулятора особо других-то ресурсов и не осталось. Тут нужны электроприборы. Окей, я поняла. Так, теперь нам нужно собирать просто обычные доски, коробки с материалами и запчасти. Но это не очень сложно. Сделай сразу. Два фильтра заранее. Так, а ты начинай готовить. Там вроде уже есть вода. Нет еще воды? Ну, чуть-чуть ошиблась. Так. Топлива у нас хватит. Опять же, давно не играла, поэтому не помню, кто из них Бруно или Марка ел более-менее последним. Но сегодня мы будем корбить, например, Павла и Бруно. Ну, раз Бруно готовят, это все-таки... Ну, не то, что не честно тут-то, так нельзя сказать. Ну, вот просто представьте, что вы готовите вкусную еду, она прямо классная, с ума сойти. А потом вам говорят, что... Ну, спасибо, что приготовил, но есть ты ее, конечно, не будешь. Это жестоко. Так, я думаю, что мы одну бутылку алкоголя успеем перегнать. Если очень хорошо постараемся. Так, Марка, давай сразу бутылку ставь. Надеюсь, успеем. А, Павла идет есть. Ну, в принципе, у нас кончились и ресурсы, и еда. Можно подождать, пока не закончится день. Так, день заканчивается, и есть вероятность, а не нулевая, причем, что мы не успеем сейчас забрать алкоголь. А если не успеем, как раз у нас будет шанс узнать, что с ним происходит, и с ним, и с водой, если... Хотя нет, вода сама... Нет, успеем, да, успеем. Да, успеем. Была бы вероятность узнать, что происходит с алкоголем, если он дистиллируется, и мы не успеваем его забрать до наступления ночи. Но, к счастью, этот эксперимент был отложен на потом. Так, Павла будет спать в кровати, Бруно охранять. Марко пойдет... Пойдет Марко. Я помню, что у нас в ветхой трущобе был... А, я вспомнила, был бомж, который просил поесть. Давайте возьмем для него одну куриную ногу. Мы, конечно, и сами не особо сыты, но, по идее, мы найдем какого-нибудь... В смысле, не мы найдем, а к нам должен прийти торговец завтра. И мы ему сможем это вручить. А, точнее, сможем ему вручить алкоголь и забрать у него воду. А вручим мы куриную ногу бродяге. Давайте возьмем еще лопату и ломник на всякий случай. Это и самооборона, и, по-моему, там... В этой трущобе были какие-то завалы, и наверняка найдется... Да, он, по-моему, еще жив, этот бродяга. Наверняка найдется какая-нибудь заколоченная дверь. По крайней мере, я надеюсь, что это тот бродяга. Тут в этом доме еще жил художник, который до последнего писал картину, и которая теперь... Так, нет, иди вниз. Которая висит... В разбомбленном... В разбомбленной комнате. Я его таким и нашел, и... Подожди, это не ты? Это не тот дом? Я не могла ошибиться. Хотя, похоже, что я ошиблась. Вот здесь должна... Да, висит картина. Тут где-то должен... Он, скорее всего, уже... Он меня сам пугает. Скорее всего, уже, наверное, тело этого бомжа, но... Это мы не тело обираем случайно? Подождите сейчас... А, нет, это была куча мусора. Фух. Теперь у меня навязчивая мысль искать тело бомжа. Так, это шкаф. Да, вот она, картина висит. Он где-то здесь был. Может быть, он ушел просто искать продукты в другом месте? Посмотрим. Или, может быть, он где-то наверху спит? Ну, в любом случае, тут еще много куча мусора полезного. И у нас уже не помещается. Чтобы скинуть. Ну, еду мы заберем обратно точно. Может быть, воду и патроны, наверное. Потому что у нас пока все равно нету пистолета. И у нас есть немного, ну, вот таких материалов, из которых мы сможем сделать патроны. Но они нам пока, как бы, ну, действительно не очень нужны. Мы же не из пальца будем стрелять. Просто можно запомнить, если уже нечего будет обыскивать, что тут осталось немного и древесины и патронов. Хотя, возможно, мы в этом доме что-то сейчас найдем еще более полезное. Так, тут дневник будет лежать. Да, это я помню. Точно не знаю, как туда набраться. Так, лестница. Эх, нет. Тут еще... А, это, наверное, мертвый художник. А тут еще нужно распилить ножовку. Ну, я это уже совсем не помнила. Это такая частность. И слишком давно это было. Еще вода. Нам пока материалы нужнее, все-таки воду мы можем делать сами. А из материалов нам нужно как можно сильнее улучшить жилище. Так, ты мне тут не угрожай, слышишь? Ходит он тут. Начальник. Пойдемте на выход, в принципе. Ходить с набитыми сумками и не иметь возможности ничего унести. И это мазохизм. День пятнадцатый тем временем. Ну, классные вещи-то классные, но с едой у нас швах. Так, ночь прошла спокойно. Марка, иду и спать. Бруно. Нет, в принципе, все просто немножко голодны. Отлично, значит, я угадала с тем, кого надо кормить. Так, у меня есть близкая подруга, очень беспокойная личность. Однажды она позвонила мне в ужасе и сказала, что началось восстание. Сепаратисты подстрекают толпу поджечь мэрию. Я сказал ей не беспокоиться. И я был прав, ничего страшного не случилось в этот раз. Но даже когда беспорядки и стрельба стали повседневным явлением, я продолжала уверять ее, что все скоро кончится. Так, Павла. Ох, какой у нас красивый верстак теперь. С ума сойти. Еще бы какой-нибудь... Ай, лампа даже есть. Жалко, ее нельзя включить. Так, стоп. Павла, первым делом... Наконец-то мясо. Наконец-то мясо. Еще бы овощей и вообще можно было бы есть от пуза. Первым делом загружаем воду и успеем сделать тогда алкоголь. Отлично. А если... Нет, не сможем. Ай, не сможем. Как же я хочу сделать поскорее вот эту установку, которая очищает самогонку до чистого спирта и торговать чистым спиртом. Там... Кто бы знал. Я сама не ожидала от себя, что я так хочу торговать бухлом, но... Нет, стой, 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 стой. Стой, стой, доделай, доделай. Все забываю, что это требует времени. Но как же я хочу торговать чистым спиртом. Надеюсь, мироздание не подумает, что это желание лично мое. И я не сменю по воле судьбы свою профессию и призвание, но в игре я очень хочу торговать спиртом. Ничего с собой поделать не могу. Так, погода у нас... Ага, на улице прохладно, облачно, возможны осадки. В промозглые вечера советуем вам устроиться в кресле у Камина с хорошей книгой и чашкой горячего чая. Так, значит, скоро похолодание. Будем иметь в виду... А какие-нибудь городские новости? Так. Из-за недавнего дефицита цены на сигареты и табак невероятно возросли. Многим людям нужны сигареты, чтобы успокоиться. Но о каком спокойствии может быть речь с такими ценами? Так, так, так. Похоже, мы можем подняться. Возможно, мы сможем... Торговца нету. Ну и чёрт с ним. Возможно, мы сможем поднять сейчас наш станок по производству сигарет. Нет, не сможем. Нужен миксер, а на него тоже нужны такие электродетали. И доски нужны. Но, в принципе, сигареты... Это кто такие? Сигареты среднего качества мы можем сделать и так. Всем нужна помощь. А, это дети. Но мы же им уже вроде помогали. Мы живём в нескольких кварталах отсюда. Наша мама сильно заболела. И ей нужны лекарства. У вас не найдётся лишних. Если ей не помочь, она умрёт. Когда папа ушёл на войну, мы остались одни с мамой. Пожалуйста, помогите нам спасти её. Так, а у нас есть? Да, у нас есть. Ну, детям с мамой я уже помогала. Но всё равно это слишком. Как бы иметь возможность и не помочь. Я так не могу. Держите, ребята. Мы просто не могли оставить этих несчастных детей без помощи. Это было бы жестоко. Ладно. Так, подожди. А где музыка? Ты забыл включить музыку? Ай-яй-яй. А, ну да, мы послушали про сигареты и забыли о любимой классике. Как же мы без классики, Павла? Голоден, спокойно. Он хотя бы в хорошем настроении. Так, Бруно. Скоро будет вода. Иди, поднимайся на кухню. Мы её тебе принесём. Будешь готовить. Кстати, мясо надо забрать. И можно, наверное, сразу зарядить ловушку на новую добычу. У нас как раз вроде какой-то перегной есть. Да, есть. Всё-таки... А, нет, овощи мы пока не можем делать. Так, Павла, дуй к самогонному аппарату. Бруно, можешь начинать готовить. Так, доски. Давай сделаем из одной книги и из одной коробки с инструментами. Потому что доски нам сейчас нужны. Ну, а ты сделай из одной доски. Ладно уж. Будем соблюдать баланс в мире. Так. Пам-пам-пам. Да, правильно. На, ты нам что скажешь? Медикаменты найти трудно, но мы поступили правильно. Согласна. Кстати, секунду. Такой, я запуталась. Делаем водку. А ты сделай фильтр. Возможно, мы успеем. Или не успеем. Я думаю, успеем или не успеем прогнать еще воды. Наверное, нет. Надо в следующий день засечь, сколько требуется. Если половина времени, тогда вы уже не успели. Если меньше, то... Какие храбрые дети. Они рискуют жизнью, передвигаясь по району, чтобы спасти свою мать. Так, а давайте посмотрим. Они к нам приходили уже? Наверное, они приходили... Или он ничего не написал, или это было как раз... Странно. Ну ладно, я почему-то их помню. Возможно, его не было дома в этот момент. Да, так, Бруно. Бруно, Бруно. А я же вроде сделала... Ну да, правильно я сделала из книги и из доски. Ладно, сделай еще раз из доски. Нам нужно два блюда. Так. Наконец-то случилось что-то хорошее. Ты про что? Про детей, наверное. Так. И теперь готовь нам... А, нет, все есть. А почему ты не можешь сделать сразу две порции? А, потому что у нас воды не хватает. Ну ладно, теперь топливо будет. В достатке. Вот черт, у нас не хватает воды. Кто-то будет сегодня один есть. Марка. Нет. Да. Марка не ел. Сегодня есть Марка, а в следующий раз будете есть вы. Ты пока посмотри, что можно сделать на верстаке. Возможно, что-нибудь бюджетненькое. И на самом деле, давно хочу сделать им кресло. Но кресло просто тоже расходует материалы, а материалы... Ну, мало материалов. Я бы еще, конечно, поставила один коллектор, но у нас просто самогонный аппарат столько не может делать столько одновременно продуктов. Нам тогда нужен еще один. А еще один это прямо расточительство. Эх. А что можешь... Кстати, а улучшить мы не можем? Вот этот верстак тоже материала. Нужно как можно больше алкоголя, сигарет. О, можно сделать сигареты, например... Нет, сигареты лучше делать в следующий день, когда мы вернемся домой. Потому что, скорее всего, придет торговец, мы с ним будем торговать, и если сигареты будут еще в цене, можем наменять что-то хорошее. или сделать их сейчас и пойти на рынок. Но я бы, на самом деле, пока есть возможность, я бы еще, наверное, все-таки походила вот в какие-то... О, ножовка! Точно! Так, Бруно, 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 что нужно для ножовки? Нет, не так? Вот так. У нас пока нет ножовки. Пока не можем делать ножовку. Печально. И гараж для нас закрыт, а там, я помню, у парня точно она продавалась. Вот это обидно. Может сделать сигареты, пока простые. Улучшить мы сможем ли скоро? Да, давай сделаем немножко сигарет. Нет, там много. И попробуем... Я даже не знаю, стоит идти на рынок или нет. Сейчас, когда будем на карте, я попробую сориентироваться и посмотреть, есть ли еще какие-то места, которые стоит посетить, или лучше пойти с товаром на рынок, закупиться всякими материалами, вроде электродеталей, досок и всего остального, и просто прийти в следующий раз и как следует проапгрейдить дом. Наверное, это будет даже более более рационально, потому что те же электродетали днем с огнем не сыщешь, и нужно еще искать локацию, где они будут, и ты никогда не угадаешь, будут они на этой локации или нет, ты... успеет или не успеет? По-моему, не успеет. Или успеет? С ума сойти. Прямо секунда в секунду. Так. А Павла голоден, спокоен, поэтому будет охранять. Ты чего такой спокойный, Павла? Бруно будет спать в кровати? Так. В школе, я помню... Это откуда-то нас погнали прямо серьезно, так. Да, 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 да. В школу лучше не соваться. В школе они какие-то агрессивные. Церковь, ветхая трущоба, ну, без напильника идти смысла нету. Стройплощадка, опасность. Ну да, давайте пойдем на центральную площадь, поторгуем. Так, пойдешь добывать. Пойдешь с товаром. Сигареты? Алкоголь. Я не забрала бутылку. Она пропадет теперь, да? Ну, похоже, она пропадет. Ну, или мы сможем забрать ее утром. Обидно. Так, алкоголь, бутылка. Главное, у нас термометр есть. Давайте на всякий случай или не надо прихватывать еще что-то. Все остальное просто достаточно ценное. Давайте так пока. И ломик. Я просто помню, там есть здание слева, очень сильно и очень сильно многоэтажное. Я бы с удовольствием, на самом деле, забралась бы туда и что-нибудь поискала. Нам нужно купить овощи и электроприборы. Ну, не электроприборы, а электродетали. Ой, классная штука. Так, не крадись хотя бы на площади. Так, 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 так. Это конкурент. Чистый спирт у него есть. Да, ассортимент, конечно, получше, чем у нас. Но это временно. Мы еще будем местными поставщиками. Кстати, неплохо бы купить таблетки, потому что у нас после детей ни таблеток, ни бинтов, ничего. Так, мне нужна немножко еды. Еда, сахар, в принципе, тоже нужен, кстати. Так, не пойдет? Давай больше. Ничего себе, три сигареты за несчастные овощи. Это так неплохо берешь, Юра. Ну, нам овощи нужны. Договорились. Так, а кто тут продает электродетали? Сейчас будет смешно, если никто не продает. Ну что, давайте посмотрим. В смысле, тот чужак? Так, а ну-ка, отбежим, сделаем вид, что это не мы, это кто-то другой взламывал. У нас, интересно, видно из окон? Так, закрыл. А почему я не могу войти в ваш дом? Это просто мое воображение. Да, наверное, они все-таки агрессивно будут к нам настроены. Это наше место, уходи. Понятно. То есть, тут лучше взламывать и краситься, но тут-то, судя по шуму, тут столько людей, что это, наверное, нужно только с большой безнадёги. Так, я немного расстроена, что ни у кого нету никаких деталей. О, тут ещё под землёй какие-то телевизоры, по-моему, есть. С ума сойти. Ну, хотя бы у кого-нибудь, пожалуйста. Иначе нам придётся сейчас всё на еду спускать. Это, конечно, тоже неплохо, но вот вот так, шестерёнки нам ещё нужны. Давай тебе водку, а ты мне шестерёнки. Ага, договоримся. Тоже неплохо. Может быть, ещё что-нибудь подсыпешь? Топливо? Ладно, я поняла. Ну, тоже неплохо. Ладно, давайте тогда возьмём ещё у него или овощи, или мясо. Я пока не определилась. Нет, лекарства всё-таки нам пока не нужны. Не хочу тратить заранее. Может быть, мы их просто будем находить. давайте сдадим все сигареты, а ты нам вместо этого нам сахар нужен. Например, мясо. И ещё сахар. И вода. И ещё сахар. Ладно, слишком жирная, поняла. Но вода просто всегда нужна и, в принципе, это такие полезные вещи. Ладно, тогда мы здесь закончили. Нам больше, к сожалению, обменивать нечего. Когда-нибудь мы обязательно сюда вернёмся алкогольными и табачными баронами. Но это будет не сегодня. Если сегодня придёт Франко, то нам даже и обменяться с ним пока нечем. Надо быстро охварить. Ночь прошла спокойно. Давно, кстати, не было видно... Иди отдыхай. Давно не было видно никаких... Бутылка не пропала. Никаких мародёров. Не могу сказать, что меня это расстраивает. Чем дольше их не видно, тем лучше. Так, фильтров у нас нет всё правильно. Быстро сделай нам два фильтра и вставь их куда надо. Хм, а мы без фильтра пока водой обеспечены. Отлично. Начинаем варить алкоголь, тогда, возможно, у нас даже к концу дня будет три бутылки. Варить алкоголь как смысл игры. По крайней мере, тут тепло. Ну и сегодня мы сможем сделать нормальную еду и с мясом, и с овощами. Без овощей всё-таки, наверное, тяжко им. Я, например, вообще не могу есть без овощей. Ну не всё, а вот, например, всякие гарниры, мясо, если нету помидора или огурца или редиски, ну ничего такого мне прямо ну невкусно. Я знаю, что некоторые люди ненавидят овощи и буквально заставляют себя их есть. Я немного сочувствую, потому что овощи действительно есть надо и овощи, и фрукты. Мне немного жаль и сочувствую тем людям, которым это приходится делать из-под палки. Овощи это же здорово. Так. А ну-ка, пока время не кончилось, вставляй фильтры. Я буду думать, что у нас там на кухне стоит пароварка и мы не можем готовить, потому что нам нужно залить воду и мы не просто так готовим на какой-то печурке, а мы готовим элитно на пару здоровый образ жизни, ЗОЖ, вот это всё. Так, и засекаем сейчас. У нас 15 минут, когда мы зарядили нижний коллектор. Посмотрим, как быстро он сделает. Пока что проверить, что у него есть. Возможно, у него, кстати, да, у него, кстати, наверняка есть электродетали, он такой многофункциональный. Это его неоспоримый плюс перед другими торговцами. Есть чё? нету, серьёзно. Я помню, что я их когда-то продавала. Мне немножко сейчас стыдно и совестно за это, но мне тогда действительно нужны были деньги. Но, в принципе, ты нам можешь продать просто расходные материалы, нам нужно делать и кресла, и кучу всего ещё чего. Так, 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 на улучшалки, о, кстати, у нас уже верстак до конца проабгрейженный, на всякие улучшалки вот это всё универсальное нам тоже нужно. Кстати, можем сделать хороший верстак. Так, сбегай, забери бутылку и потом просто у него тогда пока будем обменивать именно на такие простые вещи сложные, придётся искать. Так, Марка, раз ты проснулся, сбегай, поторгуй с ним, а после этого приготовим и поешь. Так, смотри, я даю тебе две бутылки, а ты мне даёшь кучу вещей. Хотя, на самом деле эту кучу вещей я заберу в том доме, но они всё равно расходуются. Это расходный материал на те же фильтры. Лишним не будет. Так, можно ещё, наверное, попробовать взять листья табака и делать из них дальше сигареты. Так, не пойдёт, давай больше. Хм. Ну, на две бутылки это нормально. может быть, воду накинешь? А я чуть-чуть не прощёлкала такую выгоду. Отлично. Так, а кто у нас там рядом? Может быть, ещё? Нет, всё равно воды не хватит. Ну, вода пока делается. Тут что, и не доделали, Марка? Марка, побыстрее. Что-то я опять, вот, какая-то у меня дурацкая привычка не давать им доделать и посылать их на какое-то задание. Чёрт. Так, ну, готовить всё равно надо. Печально, но факт. Так, 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 так. Давай, делай топливо и сделаем две порции. Покормятся самые голодные и кто-то кому повезёт. сегодня повезти очередь Бруна как раз. Не хватает воды. Но, в любом случае, я уже вижу, что за 15 минут там мы тогда могли зарядить, то есть, оно где-то за, ну, мне просто привычнее говорить в минутах, например, где-то за 15, то есть, 20-25 минут доделывается вода. можно успеть, если сделать 4 фильтра, сделать 4 порции воды. Это нормально, к слову. Можно даже сейчас попробовать сделать ещё один фильтр и успеть синтезировать воду. Как раз проверим. делай, Бруна, иди готовь. мне что-то оказалось, что алкоголь синтезируется чуть быстрее, вода чуть медленнее, но теперь мне кажется, что это примерно одинаково по скорости. Немножко странно, но ладно. может быть, попробовать ему сигареты втюхать, пока он здесь. Так, Бруна, сделай нам сигареты. Купим ещё материалов, как раз возможно, ой, не то, возможно, успеем что-нибудь улучшить, и, например, сделать ножовку. осень сигарет в самый раз. Это было бы очень неплохо. Так, Павла, на тебя там одна порция стоит на плите. Ешь пока тёплая. И Марка у нас стоит без дела. Сколько там нам нужно материалов для того, чтобы делать ножовку? А, только эти детальки. Подожди около торговца, чтобы сразу успеть с ним быстро поторговать. Павла всё ещё голоден. Ну, Павла, мы пока не так шикарно живём, чтобы есть до сета. Посиди, покопи энергию. Я хочу есть. Ну, доделай и будешь есть. А, хотя нет, знаешь что, Павла, иди-ка сделай ещё один фильтр для воды. Бруно доделал. Бруно молодец. Бруно пойдёт есть. Марко, вот перед гостем прямо на пол плюхнулся. Что ж ты за человек такой? Так, продаём все сигареты и берём на пол на полную стоимость материалов. Хватит всё выкупить. Так, не пойдёт, давай больше. Ну, ты вредина. теперь теперь беги быстро. Может быть, успеем улучшить станок, кто знает. Так, делай. По-моему, успеем. Здорово. Но вот ножовка уже, наверное, вряд ли. Грустненько, но всё равно экономия времени. Кстати, ещё один эксперимент. Давайте вставим один фильтр воды и посмотрим, будет ли она готова по возвращению. У нас сейчас шесть воды. Шесть, запомним. Посмотрим, сколько будет, когда вернёмся. Так, ножовку успеешь сделать? На ножовку не хватает материалов. И до него мы уже не добежим, да? Так, вода успелась? Нет, успели. Отлично. А что мы можем предложить? Что мы можем предложить? Можем вот это? Я шучу. Ну, просто пока он тут, нужно пользоваться этим. У нас эти сахар заканчивается. Давай, например, три сахара, три детали. Я сейчас подумаю, что я тебе могу скинуть, например. А? Нет? Не пойдёт? жадина. Ммм. Хм. Так, ладно, давай без сахара. Нет, давайте только сахар. Нет, давайте вообще не будем торговать с ним. Я передумала. вы пожалеете позже. знаешь, я не люблю, когда... у нас Марка голоден, устал, он не спал. Серьёзно? Я бессовестная. Куда пойти, куда податься? Церковь обнесена. Отмычку для площади мы не сделали. Так, а, кстати, в супермаркете и гостинице мы не были. Небольшая, но роскошная. в ней обосновались вооружённые бандиты. Так, контролируют военные. Но в любом случае нам особо больше некуда идти. К военным или к бандитам? К военным или к бандитам? Давайте разведаем, посмотрим. Возьмём с собой отмычку и лом. Я не думаю, на самом деле, что... Так, секунду. Никто не спит в кровати. В смысле, спят, но не все. Ты охраняешь, ты спишь в кровати, ты добываешь. Правильно. Я не думаю, что мы будем с ними воевать с ломиком, но просто мало ли вдруг понадобится. Я, на самом деле, просто пока иду на разведку, пока у нас никто не умирает с голоду. Мы можем себе это позволить. Главное, идти аккуратно. По крайней мере, в вестибюле никого нет. Какое красивое имя, да и мордашка ничего. Спасибо, атаку с какой-то женщиной. Просто что-нибудь поесть. Он к ней сейчас будет приставать. Поесть, бедная девочка. Я дам тебе поесть, если окажешь мне услугу. О, то, что нужно. Так, я даже не знаю, нам вмешиваться или нет. Возможно, она... Пойдем со мной, детка, мы поужинаем и развлечемся. Возможно, она сама не против. А может быть, что это значит из-за укрытия стрелять? Что ты не можешь? Если не хочешь сдохнуть с голоду, будешь делать то, что я говорю. Ну что, попробуем бой? Что значит этот значок? Извините, мне нужно идти домой. Пошла со мной. Ах ты! Это, похоже, тихое убийство. Иди, сука, или застрелю. Слышь? Добей его. Пожалуйста, помогите, с меня хватит. Ужас какой. И я отблагодарить, в смысле, не так, как он хотел, а спасибо сказать. Господи, первый бой. Шок. А можно с него снять что-нибудь? Я надеюсь, я ее не лупанула в драке, но вроде у нее здоровье все было целым. Винтовка! Вот это я понимаю, полутали. Так, главное не нарваться на каких-нибудь его товарищей. Это было бы очень досадно. Но винтовка... Так, что я узнала из этого боя? Я узнала то, что дерется Марка, возможно, потому что устал. Да, скорее всего, потому что устал, но он очень медленно, конечно, замахивался, подходил. И, честно говоря, думала, что на самом деле этот тип, он был не сильно быстрее, потому что он ни разу не успел выстрелить. Но он только прикладом нас, по-моему, огрел пару раз. Но это не счетово. Голоден, легко ранен. Вот сейчас менты бы пригодились. Марка, потерпи, пожалуйста. Тут-то, ну, очень полезные штуки. Надо взять как можно больше. И пока есть возможность шуметь, пока тут никого рядом нету, надо шуметь. Не то, чтобы прямо надо, но... Ух, я прямо... Я прямо под впечатлением. Не знаю, как туда добраться. Под впечатлением от этого первого боя, от такой добычи сразу. Ужас, но Марка нужно обязательно будет положить отдыхать. А наверх сможешь запрыгнуть? А то даже не запрыгнуть, тут просто подняться. Главное, на какого-нибудь тихушника не нарваться сейчас на крыше. Вроде никого нет. Возможно, даже у нас пока нету никаких новых медикаментов. Возможно, мы сейчас даже пойдем и отправим на добычу в следующий раз Павла. Марка прям не очень хорошо выглядит и двигается. Но нужно взять как можно больше. Дружище. Ух, мы убили первого человека. И не то, чтобы рада, но просто хоть это и игра, понятно, и все остальное, как-то все-таки первый бой, адреналин. С ума сойти. Штурмовая винтовка плюс лом. С двух рук можно? Возможно, эта женщина к нам позже присоединится. Но мы, кстати, уже довольно давно играем. Поэтому, наверное, давайте на этом остановимся. Посмотрим, что будет дальше. Возможно, она к нам действительно вернется. Мы посмотрим. Так. Дневник. Первая кровь. Достижение. Пока что спасибо, что вы были со мной. И до встречи в следующей серии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok